Это целый. Мы не учились. Мы играли в игре. Цепь была. В четвертой четвертой. В четвертой четвертой мы просто не перестали играть. Мы не перестали играть. Это было на мем. Это было на скором. Ну, цепь была такая... Это было на наш курс. Мы имели 10 штук привалок перед последним четвертой четвертой. Но в четвертой четвертой мы перестали играть. Будемельник смог спрямить свою иглу. И благодаря швидким витреям он выдавал вид на свои трех матчей. В чем причина в окружении? В причинах окружения команда очень хорошо играл в три четверти. И абсолютно провалило четвертый четвертой. Да. Судя по всему, многие игроки устали и перестали играть в команду. Начали брать инициативу на себя. Хотя класс наших игроков в таких ситуациях оказался ниже, чем классных игроков в одиночку. Решить люди не смогли. И перестали возвращаться в защиту. То есть так получилось, что в критические моменты, когда Будивельник стал играть более агрессивно, более грамотно, Будивельник наращивал обороты. В течение всей игры мы три четверти с этим справлялись, играли. Когда в командный баскетбол получалось все очень неплохо. Тогда перешли опять, повторюсь, на индивидуальные действия. Закончился баскетбол в исполнении БК. В принципе, мы с первой половины весом в два раза больше баскетболов собрал, и мы уже в третьей четверти обороты. Может быть, в следующем году потом все-таки началась тенденция в Танкаемске. Мы за первой половиной сняли 16 подборов, из которых 10 снял убор. Потом он снял третий, четвертый фолк. Его пришлось менять. Соответственно, основная наша сила на подборах исчезла. Поэтому, естественно, мы закончили игру в правом количестве подборов. Все, там не только в подборах. Там дело в каждом компоненте, в четвертой четверти. Где-то в самоотдаче, где-то в командных действиях, где-то во всем. Спасибо. Ваши эмоции? Эмоций? Эмоций нет за рабочий день. К сожалению, в очередной раз мы показали нестередливость в плане концентрации или настроенной группы. Потому что первый трех очков, который заветел на корзину, был полностью без сопротивления. Полностью не организованно. И как из БКК мы получили солидный отрыв соперника от нас. То есть нам пришлось прилагать сверх усилия, настраиваться. Тренер ставил перстом, раздирал крики, маты и все остальное. Потом собрались. Второй тайм был не похож на первый тайм. Все равно не можно это сравнить с усталостью, можно еще с чем-то. Но по большому счету, мне кажется, надо уделить больше внимания на строю. На элементы у нас подготовки к матчу. Потому что первый тайм мы увидели отсутствие защиты. То есть у нас уже началось соревнование. Там Дегрот изнасиловал полностью наше кольцо. И он вышел в Вашингтон, тоже подключился к насилию. Ну, мы увидели. Разница большая была. Между первой половиной и второй половиной. То есть учится всех внимания, что так играть мы не можем в дальнейшем. Тем более, сейчас надо делать в марте, делать выводы. Потому что в мае, когда будет офф, мы можем опоздать уже. Поезд может уйти как ушло. В принципе, и все правильно. Спасибо. Спасибо. Мои комментарии. Мои комментарии. Я хочу забыть о том, что это первая половина. Потому что это первая половина была каотичная. Потому что они scoreли 55 пунктов. В некоторых командах, они scoreли на 40 минут 65 пунктов. В них они scoreли на 25 минут только 20 минут. Потому что мы подчиняли на 50 минут. Потому что мы победили на 30 минут. Потому что мы победили на 50 минут. И так можно забыть новые команды за весь матч. И мы победили на 30 минут. Это тот момент, когда мы победили. Мы победили на 50 минут. Мы победили на 50 минут. И мы победили на 50 минут. Конечно, мы не готовы играть на первой половине. На вторую половину мы готовы играть. И я думаю, что один матч был в очень сложной ситуации для нас. И важно, что некоторые игроки из бенча помогают нам. Это было тяжело для нас. И очень хорошо, что мы победили в ВПХ. И еще один момент позитивный. И то, что нам очень помогают игроки, которые выходят из записника. Вот здесь стоит. Окей.